Всем привет, друзья! Сегодня мы вам расскажем о том, как убрать живот большой и бока. Ну, возможно, небольшой, возможно, и маленький. Многих он мучает все равно, конечно. Поэтому сегодня у нас будет где-то 4 пункта, я думаю, примерно так же 4. Первое, это лично для меня, это белковая диета. То есть люди, которые хотят похудеть, они должны сокращать максимально просто все углеводы, как быстрые, так и медленные. Лично мое мнение, я очень много всего читал, всякая литература, белковая диета должна быть в основе вообще похудения всего. То есть кушайте там яйца без желтков, жиров тоже очень мало надо кушать, яйца без желтков, только белок, значит, творог тоже обезжиренный желательно, самый минимальный процент жира и так далее. Куриная грудка. Да, куриная грудка, да, очень отличная штука. Возможно, говядина, говядина тоже хорошая. Там жира не особо много, в отличие от свинины. Но она просто более такая дорогая, как бы, да, ребят. То есть мое мнение, это белковая диета. Я это взял, конечно же, из книг, из брошюрок всяких и так далее, из видео и так далее. Саня расскажет сейчас свой опыт, он очень много раз худел, потому что он мезоморф, он набирает быстро массу и худеет. Да, у меня очень много раз в жизни было, когда я реально снижал вес, и это было даже и на 10 килограмм, и как-то даже на 13 килограмм я снижал. И основа вообще всего была, это дефицит калорий. То, в принципе, я питался практически всеми продуктами. Конечно, 80% правильных продуктов и 20% я добавлял, чтобы не сойти с ума, там, сахар или какой-то фастфуд. Но в основном это было правильное питание, и при этом дефицит калорий от 300 до 700 килокалорий в день. Вы просто находите уровень, который вам необходим, чтобы поддерживать ваш текущий вес, и потом от него сбавляете. И не важно, как вы создаёте этот дефицит, вы можете просто тратить больше, то есть делать кардио, а можете просто кушать меньше. Но в моём опыте кушать меньше намного легче. Короче, самое важное в питании, это создавать дефицит калорий. Если, когда вы набираете, вы создаёте профицит калорий, то есть на 500, на 700 калорий больше кушаете вашей нормы. Кстати, вашу норму вообще дневную можно высчитать в онлайн-калькуляторе, да, спокойно в интернете есть. Даже у тебя есть видео, как высчитать. Да, да, есть всякие формулы там, довольно легко, можете вручную, можете в калькуляторе, неважно. Короче, забейте, хочу высчитать свою дневную норму калорий. И к ней просто прибавляете 500, это для набора массы. Если хотите похудеть, 500-700 убавляете, то есть дефицит калорий делаете. В этом весь прикол. Второе, это кардиоупражнения и многоповторка. Лично я считаю, что нужно обязательно делать в начале тренировки кардио минут 30-40, если вы довольно жирный человек. Вы должны тренироваться 2-3 часа в день, желательно, обязательно, если эндоморф какой-нибудь особенно. То есть делаете 40 минут кардио, потом уже переходите к многоповторке. То есть делаете с весом с маленьким, допустим, я не знаю, вы можете взять на максимум 70 килограмм пожать, а для многоповторки вы берете где-нибудь 40 и делаете там на 12-15, даже можно 18 повторений. То есть на максималку из себя выжимаете все соки, это самое важное. То есть первое кардио, второе много повторка и побольше, конечно, подходов делаете. Где-то 4-5 подходов, потому что 3-2 это будет недостаточно. Вам нужно потеть. Самое важное это интенсивность, потеть и уменьшать количество отдыха. То есть не 2-3 минуты, отдыхайте минуту, 45 секунд, чтобы у вас была интенсивность. И жир горит, знаете, когда? Когда сердце бьется быстро на самом деле. Вот эта штука, она сжигает реально жир. Такая тема есть. Санек, как считаешь? Ну, в моем опыте, по крайней мере, когда я слушался, я могу сказать вам так. Большинство ребят, сейчас когда послушали Артура, наверное, прифигели, потому что все равно все мы достаточно ленивые, и делать реально кардио каждую тренировку, это вас очень быстро утомит, и вы просто забьете это делать, и решите, что лучше кушать, лучше быть животом. По моему опыту намного проще добавить какую-то жизненную активность. Наверняка у вас есть какое-то хобби, которое вам нравится. Кататься на велике, плавать, играть в баскетбол или боксировать. Это не имеет значения, просто старайтесь добавить это как можно больше раз, допустим, в неделю, в месяц, и тем самым вы будете создавать вот этот дефицит калорий. То же самое, это тоже кардио, только вы можете его делать в любой момент. Там, встали с утра, пошли, прогулялись с собакой, я не знаю, подольше погуляли, или встали на велике, проехались, поигрались с друзьями, баскетбол, футбол, что угодно. Если вы человек, у которого есть машина, например, и вы толстый, то желательно ее отодвинуть, либо отдать жене, которая похудеет. Ходить пешком. Если у вас какой-нибудь 9-этажный дом, едьте не на лифте, а пытайтесь все-таки по лестницам идти, и это будет, конечно, сжигать ваши калории. Чем больше вы будете делать активности в течение дня, тем это гораздо-гораздо выгоднее и лучше для вас будет, потому что вы будете сжигать калории. Это самое важное. Да, можно даже сразу развеять мифы, что не поможет вам никакая там 2 стакана воды с утра с лимоном, это все полный, до тех пор, пока у вас нет дефицита, вы будете оставаться жирными. Все. Сейчас еще какие-то изобрели там пояса. Да, вот эти пояса, вы представляете, насколько они сожгут у вас калории? Какие-то там массажеры, что это за бред? Вам помассажировало, и что, а вы пошли мороженое сожрать. И жир нарос сразу же. Ну, это чувство, короче. Да, и старайтесь, почему, кстати говоря, что лучше стараться питаться медленными, допустим, углеводами и более полезной пищей просто, потому что она длительное время отдает вам, переваривается вообще дольше, чем сахара, и просто длительное время вас подпитывает, и вы не голодные, в общем. Потому что это, кстати, очень важно на диете всегда контролировать голод, потому что как только вы будете серьезно очень сильно голодными, вы мучаете себя всякими вот этими голодовками, вообще не кушать, я не знаю, диета Волочковой, это все полный бред, кефирная диета, это все вот эти диеты, короче, которые написаны, там, 5 килограмм в неделю, это все полная хрень, вы сорветесь и наберете еще больше. Единственное, что реально помогает, это вода. Пейте больше воды где-то 2-3 литра в день, потому что, когда вы пьете, то у вас на время удаляется жажда, не жажда, ну, короче, покушать не хочется. То есть удаляется желание просто кушать, также вода очищает организм, ускоряет метаболизм, это очень крутая штука. Вода реально помогает, в отличие от всяких там жиросжигателей, всякой ерунды, которая вам советует, либо продается. Это все бизнес. Можно еще очень хороший секрет такой сделать для себя, это будет как помощь. Вы перед каждым приемом пищи попробуйте выпивать 2 стакана воды, и у вас просто банально в желудок лезет меньше, вы съедите меньше калорий, в воде калорий нет, и все. И вы тем самым будете опять же создавать дефицит. Кушайте больше овощей. Ну, это понятно, да, никогда не убирайте полностью жиры, никогда не убирайте полностью там белки. Организму вашему все нужно, а то, блин, жиры уберете и порвете, короче, мышцы, потому что у вас будут неэластичные они. То же самое нужно еще, я могу вот от тебя добавить, очень важно, это ваш ментальный настрой на диете, потому что многие относятся ко всему слишком перфекцистично, так сказать. Я даже не знаю, да, как-то это объяснить. Короче, если вы ждете 100% результата, это даже хуже. То есть у многих происходит так, они неделю держат диету, один раз они, допустим, выпили какой-то алкогольный напиток или съели какую-то печеньку и сорвались, и начали подумать, все, диета моя кончена, значит, я буду сейчас жрать, жрать, и жрать. И это самая большая ошибка, никогда так не относитесь. Если вы сделали ошибку, съели что-то, ну, просто примите и продолжите с того пункта, из того места, на котором вы остановитесь. И обязательно, если вы похудели, продолжайте заниматься спортом. Все равно, потому что организм имеет такое свойство, что он привыкает к свойству, он тогда скидывает калории, жир и все остальное. Но если вы закончите заниматься спортом, он поймет, знаете, что типа, оп, все, парень расслабился и начнет заново набирать жир. Поэтому обязательно, если вы похудели, занимайтесь спортом, продолжайте. И кушайте поменьше, естественно. Потому что организм такая штука, она очень умная. Если он понял, что вы закончили заниматься спортом, то все, у вас халява началась. И он начинает обратно набирать ту массу, которая у вас была. И то же самое абсолютно с питанием. То есть, ваш организм все равно будет стараться вернуться к той точке, в которой он был. И то есть, если вы реально хотите прийти в форму и остаться в ней, вы должны изменить свои привычки питания и привычки тренироваться навсегда. Ну, а так, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео, потому что оно, в принципе, было... Оно правдивое. Оно правдивое, лаконичное было, никакой воды нету. Сказали все как есть. Поэтому подписывайтесь на наши инстаграмочки. Они будут, как всегда, здесь где-то. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте пальцы. Нужно 200 тысяч до конца года. Не знаю, это возможно или нет. Уже, мне кажется, сложно. Ну, там 30 с чем-то тысяч надо за 20 с чем-то дней набрать. Это очень сложно. Давайте, помогите, позовите каждый по 10 друзей. Вот каждый, кто смотрит, возьмите, киньте ссылку канала своим друзьям ВКонтакте, и тогда мы достигнем цели. Спасибо за внимание. Всем удачи, пока.